В нём открылась на Божья любовь, Кровь Иисуса Христа пролилась со Христа, Чтоб меня не скупить от греха. Старый Крест осудил суету, Дал погоня устал и в сердце. Я душою приду ко Христу, Через Него обрету я венец. Старый Крест возвещать и Кресту призывать, Вот на что я себя отдаю. А снега не темно, Переду вечный дом, Он меня привит в Слову Свою. Старый Крест осудил суету, Дал погоня устал и в сердце. Я душою приду ко Христу, Через Него обрету я венец. Старый Крест осудил суету, Дал погоня устал и в сердце. Я душою приду ко Христу, Через Него обрету я венец. Слава нашему Господу! Сегодня такой торжественный день, И мы собраны сегодня в Божьем доме, Чтобы прославить Его чудесное имя, Имя нашего Спасителя, Который даровал нам жизнь, Даровал нам спасение, И даровал нам будущность и надежду. Слава Господу! Это центральный стих всей Библии, Который мы помним с воскресной школы, Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал. Дорогие, вот это слово отдал, Оно очень ценное в этом стихе, Ибо так Он возлюбил нас с вами, Дорогие, что отдал. Что Отец Небесный отдал ради нас? Что-то такое малоценное или не очень значимое. Он отдал самое дорогое, что Он имел. Он отдал Своего единственного Сына за нас. Слава Иисусу! Слава нашему Небесному Отцу! И эта любовь была явлена нам, Дорогие братья и сестры, На Голгофском кресте, Что отдал Своего единственного, Единородного Сына, Чтобы всякий верующий в Него не погиб, Но имел вечную жизнь. Слава Богу! Это настолько глубоко, Это настолько значимо в нашей жизни, Этот стих Писания. Бог возлюбил мир. Человечество оказалось В такой безвыходной ситуации, Когда Адам с Евой Через них грех вошел в этот мир, И он царствовал. Написано, От Адама до Моисея он царствовал. Наколь и не был дан закон, Господь Иисус нашел, Небесный Отец нашел выход Из-за этой роковой ситуации. И он однажды, Испытывая своего друга, Мы все прекрасно помним эту историю, У небесного нашего Отца был друг на земле. Написано, Авраам был назван другом Божьим. Он был другом. Он разговаривал с Богом, Как разговариваем мы друг с другом, дорогие. Он был другом Божьим. И однажды Бог сказал ему, «Пойди в землю моря, На одну из гор, Которую я укажу тебе, И там принеси сына своего в жертву». Для людей этого мира, Эта история, Она кажется очень жесткой, Очень неблагородной, Очень страшной. Как это, Принести сына в жертву? Хотя мы знаем, Что этого не произошло. Но эта история, Из жизни Авраама, Когда его сердце Было настолько прилеплено К своему сыну, Сыну обетования, Которого он очень долго ждал, Не оскудев в вере. Он ждал его сто лет. И когда он его получил В награду за свою веру, За то, что он остался Непоколебым и тверд В Божьем обетовании, Около двадцати пяти лет После Божьего обещания, Он ждал еще своего сына. И наконец он получил его. Можно сказать, Современным языком, Он в нем не чаял души. Это была опора его. Это была его любовь. Это было все, Что он имел. И Бог говорит ему, Принеси сына твоего, Единственного твоего, Которого ты любишь. Бог не сказал ему, Возьми из стада овцу Или козу, Козленка, Которых у тебя много, Тебе не жалко будет. Он был богатым человеком. Он сказал, Единственного, Которого любит душа твоя, Принеси мне в жертву На одну из гор, Которую я укажу тебе. И когда уже это Авраам Готов был совершить, Ради своего друга, Совершить этот поступок, Занеся нож над своим сыном, Бог останавливает его И говорит, Не причиняй отроку вреда. Вот Агнец, Его принеси в жертву. И Бог говорит ему, Так как ты не пожалел Сына твоего, Ради меня, Единственного твоего, Которого любит душа твоя, То и я, Благословляя, Благословлю тебя. Дорогие, Этот поступок, Который совершил Авраам, Возможно, Через глубь веков Он видел, Что однажды На одной из этих гор Произойдет искупление Твоей и моей души, Когда сам Отец Небесный Возьмет своего единственного сына, Которого любит душа его И принесет в жертву Ради тебя и меня. Слава Иисусу. Дорогие, Он видел это, И Бог открыл ему, Бог показал ему, Что я тоже Не пожалею Своего единственного сына, Имея любовь Ко всему человечеству. Люди оказались В роковой ситуации, Когда грех пришел в мир, Не было выхода. Ежегодно эти грехи, Они обременяли людей. Эти животные должны были страдать За грехи людей. Невинные, Которые вообще не имели понятия О грехах. Они пасли себе Спокойно, Мирно щипали травку И тут берут, Закалывают, Проливается эта кровь, Чтобы человек был прощен. Бог постановил это. И мы читаем это В Ветхом Завете, В 16 главе книги Левит Описывается такое событие. С 20 стиха. Приведет он живого козла, И возложит Аарон обе руки Свои на голову живого козла, И исповедует над ним Все беззакония сынов Израевлевых, И все преступления их, И все грехи их, И возложит их на голову козла, И отошлет с нарочным человеком В пустыню, И понесет козел На себе все беззакония их, В землю непроходимую, И пустит он козла в пустыню. Это выражение вошло в наш обиход, Козел отпущения. Мы знаем прекрасно, Что это обозначает. То есть, когда человек виновен, Но его вину перекладывают На другого человека. Это называется в современном мире Козел отпущения. Но эта история, Она пошла отсюда, Где описывается этот козел отпущения. Бог нашел выход Для сынов израилевых, Священник брал этого козла, Возлагал на него руки, Исповедал, То есть, произносил, Исповедал, Произносил грехи и беззакония, И преступления Всего народа израильского над ним, И отпускал его в пустыню. И история говорит, Что тот человек, Который шел с ним в пустыню, Он не просто так шел туда, Чтобы просто прогуливаться с этим козлом, Пасти его. Нет. Он должен был проследить, Чтобы это животное было убито дикими зверями. Если этого не происходило, Он должен был его завести на скалу И сбросить оттуда, Чтобы пролилась кровь. И он приходил, И рассказывал священникам, И говорил, Кровь пролита, Народ может получить прощение. Дорогие, И потому Господь К крови относится очень серьезно, И он говорит народу израильскому, Чтобы никакой человек Не вкушал крови, Потому что Кровь очищает душу человека. Это написано в 17 главе, В следующей главе книги Левит, 10 и 11 стих. Если кто из дома Израилева Или из пришельцев, Которые живут между вами, Будет есть какую-нибудь кровь, То обращу лицо мое на душу его. Кто будет есть кровь? И истреблю ее из народа ее, Потому что душа тело в крови, И я назначил ее вам для жертвенника, Чтобы очищать души ваши, Ибо кровь сия душу очищает. И ежегодно люди совершали это, Священники совершали это. Они возлагали руки Свои на козла, Исповедали грехи, И он шел в пустыню, И там умирал За грехи всего Израильского народа. И народ Получал прощение. И в книге Исход 12 главе Описывается событие Первой Пасхи, Когда Бог постановил Совершать это служение, Когда они выходили из Египта. Писание нам говорит о том, Что Бог повелел народу израильскому, Чтобы взяли однолетнего ягненка, Беспорочного, Хранили его 14 дней у себя. И потом все собрание народа израильского Заколит его вечером. Не написано, что это совершали священники Или отцы, Это должны были совершать все. И недавно мы рассуждали С братьями о том, Что народ израильский Видел жертвоприношения постоянно. Это видели дети, Это видели отроки, Это видели юноши и девицы. Они видели, Что проливается невинная кровь За их грехи. Сегодня, Когда мы отводим наших детей В воскресную школу, Или мы дома с ними Рассказываем об Иисусе, Они это все представляют, Ну как, Особенно часто мы это представляем, Когда мы видим это на картинке, Нарисовано. Христа представляют таким, Как он нарисован. Жертву Голговскую, Так как она, Видно, Это визуальные образы, Они невольно откладываются В нашем разуме. Но народ израильский Это видел все наяву. Он это видел постоянно, Когда кровь и отцы Объясняли каждому ребенку, Что эта кровь проливается, Чтобы простить И омыть твои грехи. И они брали этого ягненка, Всем собранием заколали его И ели его В поспешности. Брали его кровь, Как Господь сказал, Кропили и сопом, Брали траву и соп, Макали в эту кровь И помазывали косяки дверей. И эта кровь, Она давала прощение, Она давала защиту. И, как мы все знаем из истории Выхода израильского народа Из Египта, Что в каждой семье, Когда они выходили из Египта, В каждом доме была смерть. В каждом доме Израильтян или египтян Была смерть. Только в одном случае Умирал ягненок, А в других домах Умирали люди. Это прообраз, дорогие друзья, Что Бог, Отец Небесный, Дал эту заместительную жертву За твои и мои грехи. Это невинные животные, Которые понятия не имели О том, Что над ними будут совершать, Почему они должны страдать За грехи людей. Но эта кровь, Которая проливалась на землю, Она несла прощение. Она несла освобождение. Она несла избавление. И Христос, Он также является для нас сегодня, Дорогие, Мы сегодня празднуем этот Чудесный праздник Нашего избавления. Писание нам говорит, Что я увижу кровь. Это он сказал, Когда народ выходил из Египта, И пройду мимо вас. Я увижу кровь, И пройду мимо вас. И не будет поражения. Дорогие, Сегодня кровь Иисуса Христа, Она омыла наши грехи, Наши сердца. Христос взял на себя, Как этот козел отпущения, Который мы читаем в книге Левит. И в Исаии в этой 53 главе, Он пишет о том, Что Господь возложил на него Грехи всех нас. Как на этого козла, Которого уводили в пустыню. Господь возложил на Иисуса Христа Грехи всех нас. Я всегда сравниваю, Очень часто сравниваю, Когда мы несем свои грехи За самих себя. Они не дают нам покоя. Они томят наше сердце. Они тяготят нас. Когда мы слышим грехи других людей, Нам от этого тоже становится Очень тяжело. Но Христос, Он взял грехи всех нас. Грехи всего человечества. Это невозможно вместить Разумом своим. Насколько тяжело было ему, Когда он томился там В Гефсиманском саду. И написано, И пот его был, Как капли крови, Падающей на землю. В Израиле ночью довольно прохладно, Дорогие, Там не было жарко. Иисус не потел от того, Что там было жарко. Дорогие, Он нес тяжесть грехов Всего мира на себе. И он молился своему отцу И говорил, Отче, Если возможно, Доминуют меня, Чашеся я. Это было настолько тяжело. Это невозможно нам понять, Дорогие. Может быть, Когда мы придем на небо, Господь откроет всю глубину Нашего искупления, Всю глубину Его любви к нам. Когда он, Имея такую любовь к нам, Страдал там, В Гефсиманском саду, Молился своему отцу, И написано, Ангел приходил И укреплял его. И я хотел бы нас всех сегодня Призвать к молитве, Чтобы мы прославили нашего Господа За то, Что Он пролил Свою драгоценную кровь за нас. Апостол пишет в послании к евреям, Что 9 главой он пишет, Что если кровь тельцов, Не с кровью тельцов и козлов Христос вошел В этот мир, Но со Своей кровью Однажды вошел во святилище И приобрел Вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов И пепель телицы Через окропление освящает Оскверненных, Дабы чисто было тело, То тем более кровь Христа, Который Духом Святым Принес себя непорочного Богу, Отчистит совесть нашу От мертвых дел Для служения Богу Живому и истинному. Слава Богу! Дорогие, Христос однажды Принес себя И установил новый закон, Как здесь пишет апостол. Он отменяет первое, Чтобы постановить второе. Он отменяет эти Жертвы многочисленные, Которые приносили священники, Которые приносили люди, Ведя этих животных. Они постоянно это делали, Потому что кровь животных, Она не могла их избавить От власти греха. Мы вчера слышали об этом. Но Христова кровь, Кровь Иисуса Христа, Она избавляет нас От власти греха. Написано, Грех не имеет над нами Власти. Слава Богу! Дорогие, Да благословит нас Господь, Ценить и дорожить Этой кровью Иисуса Христа, Который принес себя В жертву для нас. И давайте вместе еще встанем И прославим Его За Его любовь к нам. Аминь. В минуту жизни трудную Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучье слов живых. И дышит непонятная Святая прелесть И дышит непонятная Святая прелесть С души, как бремя скатится, Сомненья далеко. Сущи на небесах, Да светится имя Твое, Да придет в царствие Твое, Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши, Как и мы прощаем Должникам нашим. И не введи нас во искушение, Но избавь нас от лукавого, Ибо Твое есть царство, И сила, и слава Во веки. Аминь. Споем гимн номер 1459 Под бичом кровавого удара Под бичом кровавого удара На плечах со сваленным крестом Шел в толпе, тернистый путь свершая, Жизнь не дать и пастырь и Господь. Шел в толпе, тернистый путь свершая, Жизнь не дать и пастырь и Господь. От крестов он бесит, не могая, От толчков на землю подолок, По земле святую кровь храняя, Был подням, мечом и снова шел. По земле святую кровь храняя, Был подням, мечом и снова шел. Но толпа оленям не внимала, Только мать, скорбящая душой, Шла за ним и с грозы проливала, Проговой подавлена тоской, Что за ним и с грозы проливала, Проговой подавлена тоской, Как суровый путь свой совещая, Тяжкий крест, словно как Бог унес. И на нем он умер там, страдая, Для того, чтоб грешник был спасен. И на нем он умер там, страдая, Для того, чтоб грешник был спасен. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пострадания Пути Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok 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 За меня и за Тебя Субтитры создавал DimaTorzok Детки из воскресной школы Кто хочет рассказать стихотворение Или у вас все на воскресенье? Тогда сестра Юханна из Финляндии Хотела стихотворение рассказать Пожалуйста Приветствую вас всех, дорогие мои братья и сестры Я очень благодарна, что могу быть тут среди вас Среди святых Передаю большой привет вот в Финляндии От нашей семьи, от семьи вот Моей сестры вот От Филипповых Я хочу во славу Божию Рассказать стихотворение И Оно Говорит про разбойника Мы все были когда-то Своего рода разбойники В своей жизни, но Господь нас нашел В этом мире Спас И еще Оно мне напоминает Ситуацию из моей жизни Это Ну такое Маленькое свидетельство Хочу вот сказать То, что Как Один дедушка Ну прям Неделю перед своей смертью Он Одолжи свою Иисусу И Кайлса И потом уже Отошел в вечность Слава за это Господу Пусть Бог Тебе ли знать Судья мой строгий Что крестной муки для меня Довольно мало Руки Ноги пробиты Что ж Судья Судья Закон твой строг В тяжелом свитке Но вряд ли сможешь Понять ты Что нет на свете Худшей пытки Чем та Что жжет меня Внутри Судья Судья Твоим решением Ты мне пожалуй И помог Возможно Смертные мучения Заставят Подвести итог Всем тем Бессмысленным Исканием И чуждым Счастью Начинанием Но ты Не зная Не поймешь Поймет лишь тот Кто это знает Не приговор Меня терзает А жизнь Вся жизнь Моя Ну что ж Я в этой жизни Обманулся И в мир преступный Окунулся И вот сегодня Ты и я Я жертва Ты же мой судья Ты не палач Ты справедлива Мой путь преступный Осудил Но знал хоть кто-то Как тоскливо Порой во мне Кричит душа Она разбита Но жива Мне в час Мне в час последний Не нужны Я не достоин Сострадания И сострадания Не ищу За все грехи И злодеяния Свою жизнью Заплачу Свою жизнью Чтоб мука отключила мозг, Чтоб я отвлекся на мгновенье От дел преступных, что творил. Сильней, сильнее, Ведь мученье я справедливо заслужил. Вот крест на плечи положили, Да, больно, только боль не та. Во мне больней болит душа, А вот и холм, вот привязали. Острый гвоздь, вот молоток, удар и кость, Рванула молния внутри, и крик, и дикий крив груди. Ну вот и все уже прибит, А что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь, Из-за нее лилось немало, А чтобы больше сеять зла, Рука вторая помогала, Ну вот прибита и она. Кроваво-красная пеленою Сдавила голову опять, И мутно вижу, что со мною Второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, Как воздух хочется глотать. Второй распят, а вот и третий, Как больно голову поднять. Где я, быть может, это снится, Но разве есть такие сны, Какой-то гулкий смех толпы, Как опостыли эти лица, Как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли, Прибили быстро, приподняли, А он лишь стонет, как овца. Да плюнь мне сверху со креста, Расстрой им и сладость созерцанья, Ведь все равно нам умирать, Так прокляни их на прощанье, Ведь нам-то нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет, Безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг, Прости им, отче, Они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже! Неужели? Не может быть? Как? Нет, не верю. Мессия, крест, Бесовский вой, Зачем ты здесь? Ведь ты святой, Ты, окруженный рыбаками, Как яркий день Средь мрачной тьмы ходил, Ты душу мог глазами прочесть, Понять, утешить. Ты тут необычный, Но особый, О ком один лишь только слух, Мог воскресить погибший дух. Но этот крест, Свенец терновый, И черный лютой злая спесь, Как яд змеи. Зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, Не видишь, разве ты, Как исказили слабо лица? Как травит бежество умы, Что здесь тебе, святому, надо Средь этой ненависти ада? Как можешь принять это зло ты? Ты, который можешь все, А я мечтать не смел, Ты знаешь, Взглянуть хотя бы единый раз. А ты вот здесь, А ты страдаешь, И, умирая, всех прощаешь, И молишься за падших нас. Прими одно мое моленье, К чему его скрывать не зря, Когда придешь в твое владенье, То в небе помяни меня. Мне этот смертный час, Что близко, Поставил нас, Друже стал, Всего на свете, Пал бы низко, Я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослушался, Быть может, Уже ли это для меня Звучат слова святые. Боже, С тобой в раю Сегодня я. Где это зло, Что бушевало В грехом измученной душе? Где это гордость, Что терзала И день, и ночь В слепой борьбе? Там злобой мира окруженный, Проклятию предан на холме, Висел разбойник на кресте, Одним лишь Богом И прощенный. Тот мир, Которого не знал, Хотя всегда его искал, Наполнил сердце И сознание, И стал сладким, И страдание В последнем краткой жизни дне, И спадших Из последних первых Взшел на небо, Поняв верно, Что Бог спасет И на кресте. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу! Субтитры подогнал «Симон» 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 Твою любовь постигнули я, Ты, райский, мне открыл чертог, Ты мне сказал, люблю тебя. С холма, с холма спешит толпа, Боясь на дело рук взглянуть, Ведь это Бог, слышны слова, Рыдает потрясенный люд. О мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнули я, Ты, райский, мне открыл чертог, Ты мне сказал, люблю тебя. Любовь, любовь сошла с небес, И нам открыла рай от дверь, В страну красот, в страну чудес, И я войду в грядущий день. О мой Спаситель, о мой Бог, Твою любовь постигнули я, Ты, райский, мне открыл чертог, Ты мне сказал, люблю тебя. Ты, райский, мне открыл чертог, Ты мне сказал, люблю тебя. Сегодня весь христианский мир празднует этот праздник, для которого мы сюда пришли, чтобы вспомнить его. Но когда вообще задумаешься о всем, о сути того, что мы вспоминаем, то, знаете, как-то и праздником-то назвать нельзя, потому что то событие, которое мы вспоминаем, в нем больше печали, нежели радости, но, тем не менее, это на самом деле наш праздник. Этот праздник называется в календаре «Страстная пятница». Да, она так и называется, потому что мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. И многие люди уже знают об этом. Когда уже приходили эти дни праздничные, многие смотрели в календарь, и там было написано об этом, что это страдание Сына Божьего, Иисуса Христа. Но некоторые еще могут добавить еще нечто, что это страдание Господа нашего, Иисуса Христа. К сожалению, немногие люди могут назвать Иисуса Христа своим Господом, а мы можем Его назвать, потому что мы Господни, потому что мы дети Его, и поэтому вот эти страдания – это страдания нашего Господа, нашего с вами. И поэтому, с одной стороны, это печально, когда уже все это осталось в прошлом, когда мы знаем все уже, что после этого произошло, то, конечно же, нам все-таки радостно. Когда-то сказал Иисус как раз перед всеми этими страданиями, перед этими печальными днями своим ученикам, написано 16 глава Иоанна, 20 стих. «Истина, истина говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, но печаль ваша, но печаль, вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет». Иисус уже заранее говорил, предупредил, когда подготавливал своих учеников к тому, что да, настанет вот это время, этот момент, что вы будете просто отягощены этой печалью, когда будете видеть все это происходящее, то, что произойдет, но пройдет еще немного времени, и он говорит, что вот эта печаль будет вам в радость. По сути дела, то, что мы вспоминаем, это можно назвать проявлением Божьей любви к людям, Божьей любви ко всему человечеству. И сегодня уже напоминал первый брат эти слова, которые записаны в Евангелии Иоанна в 3 главе, 16 стихом, где как раз говорится о любви Божией к народу, к людям. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Апостол Иоанн также в своем первом послании напоминает нам, в чем же все-таки открылась нам Божья любовь. К сожалению, многим людям не открыто это, закрыто. И они, знаете, когда приходят эти дни, я уже и на работе слышал, всякие разговоры, начинают говорить, а как же мы все-таки будем праздновать этот день, а куда пойдем? И, к сожалению, знаете, прискорбно слушать было, когда уже говорили, а что мы будем пить? И сколько будем пить в этот день? К сожалению, очень прискорбно это слышать. Люди не понимают сути этого торжества. Люди недооценивают всего того, что было когда-то давным-давно на этой земле. Но для нас, верующих, это настолько близко, как будто, вы знаете, когда читаешь вот эти все повествования, вот кажется, настолько это близко было, совсем недавно, потому что все это чувствуешь своим сердцем. И вот апостол Иоанн в первом послании, в четвертой главе, мы читаем, он говорит такие слова, девятый и десятый стих. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него, в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». И вот здесь апостол Иоанн выражает вот такую очень важную мысль. Десятый стих. Читаем, здесь сказано, что «но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Оказывается, вот эта жертва Сына Божьего, Иисуса Христа, она была, как другими словами, можно еще сказать, заместительной жертвой, жертвой умилостивления. За что? За наши с вами грехи. За грехи не только нашей, но всего человечества. Оказывается, вот этой жертвою Иисус Христос умилостивил Своего Небесного Отца. Для чего это было надо? Вообще зачем? Какое вообще, о чем можно говорить, когда говорим о умилостивлении? Зачем это надо было? У Бога есть свои законы. Это духовные законы. Законы вечности, законы неба. И вот один из законов говорит «возмездие за грех – смерть». И мы понимаем, что мы грешные люди, мы сами не могли никогда принести жертвы, такой жертвы, чтобы наши грехи были прощены, и мы в то же время остались живы. Да, мы могли бы умереть за свои грехи, только за свои. И на этом все. Нас бы не было. Но посмотрите, в Божьем плане было то, чтобы на эту землю пришел непорочный, святой Сын Божий, и чтобы Он, и только Он, принес себя в жертву за людей. Потому что только такая жертва была угодна Небесному Отцу. Только такую жертву мог принять, и вот только такая жертва могла умилостивить лицо Бога. И вот эта жертва совершилась. И она совершилась на кресте Голговском. Мы понимаем, что Иисусу Христу было очень тяжело. Мы можем, знаете, так рассуждать и говорить, но Он же все знал. Он знал, что Он воскреснет, и поэтому Ему было легко. Но нет, Ему было совсем нелегко. Совсем нелегко. И можем вспомнить те переживания, которые Он, знаете, то борение, которое переживал сам Иисус перед Своими страданиями. Мы читаем Луки, 22 глава, как раз написано вот это событие, когда Он вышел с учениками Своими. «На гору Илеонскую» это 22 глава с 39 стиха. «И выйдя, пошел по обыкновению на гору Илеонскую. За ним последовали и ученики его. Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет! Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился и был под его, как капли крови, падающие на землю». Посмотрите, кажется, немногие слова. то, что упоминается апостолам об этих событиях, о тех переживаниях, которые перенес сам Господь наш. Но когда вот читаешь эти стихи, понимаешь, что ему было очень тяжело. Очень тяжело было. И знаете, мы читаем, когда все повествования о жизни Иисуса Христа, то часто написано так, что он оставлял своих учеников и уходил в пустынные места, чтобы молиться наедине. Но посмотрите, настает этот момент, когда он нуждался в чьей-то поддержке. И он уже не уединялся один. Но посмотрите, он взял своих учеников для того, чтобы они в этот последний момент как-то немножко в молитве поддержали его. и уходил. Но мы видим, читаем дальше, что сон отягощал их. И они были в таком сонном состоянии, и они не могли бодрствовать даже немного с ним. Они засыпали. Он после молитвы своей приходил к ним и говорит, так вы не можете один час бодрствовать. Уходил, опять молился. приходил, опять, а не опять в таком же состоянии. Сам Господь, но он тоже в эти моменты нуждался в поддержке. Но этой поддержки он не находил от своих учеников. Но Отец, Небесный Отец не оставил своего Сына в этом борении. И мы видим, что Он посылает Ангела Своего, чтобы подкрепить Своего Сына на те страдания, которые должен Он перенести. Можно очень много читать, и мы займем очень много времени о всем том, что перенес Иисус Христос от самого начала, когда Он был приведен сначала к первосвященникам и потом далее к Пилату, как над ним ругались, как Его избивали, издевались над Ним. Мы и стихотворение уже слышали, и в песнопениях также все это выражалось сегодня. Но мне хочется вспомнить только немного и может немножко порассуждать тоже о том событии, когда это 19 глава Иоанна, когда он уже был предан Пилату. И вот посмотрите вот этот диалог, который был с Пилатом, он также может чему-то научить нас. Тогда Пилат взял Иисуса и велел Его бить. И воины сплетши венец и стерна возложили Ему на голову и одели его багреницу и говорили «Радуйся, царь юдейский!» и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багренице и сказал им Пилат «Се человек!» Мы, может быть, никогда не сможем явно представить вот того состояния, того образа, который имел на этот момент Сын Божий Иисус Христос. И когда Пилат вывел его перед народом, лик его, наверное, был настолько обезображен, что люди, глядя на него, не могли даже поверить, что это человек. Пилат сказал «Все человек!» Ну, посмотрите, дальше, что происходит. Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали «Распни, распни его!» Пилат говорит им «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины!» Иудеи отвечали ему «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя сыном Божьим». Пилат услышав это слово больше убоялся и опять вошел в приторию и сказал Иисусу «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Мы видим, что Пилат этот римский наместник, может быть, можно сказать, жестокий человек, но все-таки он что-то чувствовал. Он, может быть, немножко со всеми другими глазами смотрел на Иисуса и мы видим, здесь написано, что он убоялся. Он убоялся. Он понимал, что от него зависит многое, что он должен был принять какое-то решение, потому что эта толпа начинала кричать. Могло быть смятение, а он был поставлен Римом для того, чтобы ничего этого не было на этой земле. Ему дана была большая власть. Он это понимал. И вот он опять вводит Иисуса в приторию и задает ему эти слова. Откуда ты? Откуда ты? Хотя Пилат прекрасно понимал, откуда он? Он с иудеи. Он израильтянин. Но я думаю, что Пилат стал задумываться над чем-то более высоким. Смотреть немножечко глубже. И он испугался. И он задает этот вопрос откуда ты? Но мы видим, что Иисус молчал. Он не проронил ни слова. Мы можем также рассуждать и думать, что же думал сам Иисус в этот момент. Может быть, вспоминал ту волю Божью, ради которой он был явлен миру, пришел на эту землю. Ученикам он однажды сказал, мне ли не пить той чаши, которую приготовил мне отец? Он понимал в этот момент, что он имеет силу и власть. Но имея эту божественную силу и божественную власть, он в этот момент не употребил ее. Потому что он понимал, что ему нужно будет умереть на кресте Голгосском. Мы можем, знаете, так вот воображать и думать, а что бы было, если бы он что-то стал говорить? Если бы он стал что-то, знаете, в свое оправдание говорить, если он стал применять свою власть божественную в этот момент, чтобы ничего этого не совершилось, что произошло дальше, тогда бы не произошло того, что должно было произойти по воле Небесного Отца. И тогда мы с вами может быть никогда не могли получить прощение наших грехов. Так и всегда и оставались грешниками и умирали бы во грехах наших, не получив прощения, не получив оправдания и не имея надежды на Царство Божие. Иисус все это понимал. Весь грех этого мира в этот момент лежал на его плечах. Но он нашел в себе силы, чтобы молчать. Как часто мы не можем молчать, когда, может быть, кто-то нас обидел. Как часто мы не можем стиснув, может быть, свои зубы, не наговорить что-то много слов своим обидчикам. Тем людям, может, которые обидели или что-то сказали нам, что мы, может быть, и не делали. И нам так хочется оправдаться, так хочется защититься. Но Иисус молчал, потому что Он хотел исполнить волю Своего Небесного Отца. Да благословит нас Господь помнить об этом, потому что это жертва. Она была за нас. Благодаря этой жертве мы теперь имеем доступ к той благодати, в которой стоим. И благодаря этой жертве мы имеем надежду на воскресение мертвых. Мы имеем надежду на то, что однажды мы увидим Его, которого пронзили. Однажды мы увидим того, которого возлюбила душа наша. И поэтому, хотя этот день печален, хотя мы вспоминаем печальные такие события, но тем не менее, сердце наше переполнено радостью. Да благословит нас Господь всегда это помнить и не грешить. Аминь. Споем общим пением гимн номер 877 «Сквозь слезы смотрю на тебя». Галкова, 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 сквозь слезы смотрю на тебя. Распятый Иисус мой Господь, «Ты снял мою боль и сгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях». То не гвозди не держали на кресте, то не люди не чиняли боль тебе. то не гвозди и не люди но мое. Хоть сменула седа казни так много лет, я вижу тебя на кресте на кресте, стыд и стыд твердом обминцем, пронзи на кресте. И ноги Свои меня ждут, спаси от вины. Кто не хвостик и держали на кресте, Кто не люди причиняли боль тебе, Кто не хвостик и не люди, но мой грех, Хоть сменула с этой казни так много лет. Как часто я вижу тот день, Голгоф и кровавую тень, Склонясь у Христа, Я милость вошел, Свободу не дал Божий Сын. Кто не хвостик и держали на кресте, Кто не люди причиняли боль тебе, Кто не хвостик и не люди, но мой грех, Хоть сменула с этой казни так много лет. Кто не хвостик и не держали на кресте, Кто не люди причиняли боль тебе, Кто не хвостик и не люди, но мой грех, Хоть сменула с этой казни так много лет. А Голгофа, Голгофа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как брата за нас с Тобою. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И принят на себя людей пороги Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Христос Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Планету любовь Брызнула кровь и мучительной болью Сердце огнем захлестнула волна Субтитры создавал DimaTorzok Знают ли сегодня люди, что Иисус Христос Молча принял поцелуй Иуды Тот, что смерть принес Молча принял и надо угрозы Плети допрос А потом из ранены на гору Тяжкий крест понес Молча принял и надо угрозы Плети допрос А потом из ранены на гору Тяжкий крест понес Он умирал в тоске и муках Все в любви стерпел И за жизнь короткую закую Все свершить успел Дром гремел И впитывала глина Алые струи Распускала тихо Магдалина Волосы свои Гром гремел И впитывала глина Алые струи Распускала тихо Магдалина Волосы свои Ты покона принял муки Ради нас, Христос На кресте протянутые руки В них Твоя любовь Ради Магдалины В Артемеек Столько перенес Мы ж любить друг друга не умеем Научи, Христос Ради Магдалины В Артемеек Столько перенес Мы ж любить друг друга не умеем Научи, Христос Ради нас, Христос Ради нас, Христос Ради нас, Христос Ради нас, остальству Мы вс服 И мы вместе помовимся Чтобы Господь вас У нас сегодня заканчивается Пост, молитва И каждый из нас молился Об освящении своего сердца Освящении своих мыслей Освящение того, чтобы дух, душа и тело Принадлежали Госуду И каждый из нас понимает Дорогие братья и сестры, что действительно сегодня, может быть, в какой-то мере хотелось бы как-то что-то ощутить, знаете, такого приятного, да, благословенного, но когда все мысли направлены на Голгофу, когда ты видишь распятого Господа, как и апостол Павел в своих посланиях Галатам говорил о том, что как бы пред глазами вашими был предначертан Христос, который там был на Голгофе. И, дорогие, когда сегодня поются эти псалмы, мы мысленно идем туда, в Иерусалим. Мы мысленно вместе с учениками, с другими теми братьями, сестрами и женщинами, которые были там в то время, восходим туда по этой дороге и возносимся как бы мыслью, видя те страдания Господа, ту печаль. И, может, даже как-то внутри сердца заглушаем какую-то радость, какое-то утешение, смотря на смерть, смотря на распятие. И я хотел бы прочитать место, с чем описание, и мы сейчас будем молиться те слова, которые как бы последние слова в жизни нашего Господа Иисуса. И я читаю Евангелие от Матвея, 27 главу, где Слово Божие говорит нам так. Итак, это было во время уже страдания нашего Господа, 45 стих, или 45 стиха, 27 главы, Евангелие Матвея. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, «Или, Или, лама Саафани», то есть, «Боже мой, Боже мой, для чего Ты меня оставил?» Некоторые из стоящих там, слыша это, говорили, «Илию зовет он». И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и наложил на трость, дал ему пить. А другие говорили, «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его?» И Иисус же опять возопил громким голосом и спустил дух. «И вот завеса в храме разодралась над воде, сверху до низу, и земля потрослась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Я хотел бы на это еще как бы сделать ударение. 52 стих. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». 53 стих. «И вышедший из гробов по воскресенье». То есть это также есть, да, какой-то промежуток времени. То есть в этот момент, когда Иисус Христос умер, в этот момент мы видим, когда завеса в храме разодралась над воде, сверху до низу, и земля потрослась, камни расселись, гробы отверзлись. Но, друзья дорогие, сила воскресения, да, и многие тела усопшись от их воскресли. «И вышедший из гробов по воскресенье его». Я думаю, как мысль, я думаю, что вот поскольку смерть имела власть над живыми и над мертвыми, да, и поскольку смерть имела власть над согрешающими, то все было под властью смертью. И вот в этот момент смерть теряет свою власть. И я думаю, вот моя мысль, что вот все те люди, даже те, которые воскресли, они вместе со Христом вошли в эти преисподние места земли. Почему? Потому что только после воскресенья, то есть что они делали воскресшие? Потому что вышли из гробов только после воскресенья Христа. То есть, значит, в это время они где-то находились. Наверное, находились вместе со Христом. И поэтому видим вот это сила победы. И дальше мы читаем. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясения, и все бывшие устрашились весьма и говорили, воистину, Он был Сын Божий. Там были та же и смотрели, издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними была Мария Магдалина и Мария, мать Иакова, Иосия и мать сынов Завидеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Арамфеи именем Иосиф, который та же учился у Иисуса. Он, пришедший к Пилату, просил тело Иисуса. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взял тело Иисус, обвил его в чистую плащаницу и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале. И привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. Итак, мы видим, дорогие братья и сестры, что это милость Божия, это Божие благословение, Божие присутствие. И мы видим, что дальше сказано, на другой день, который следовал за пятницей, собрались периодосвященники, на сегодня пятница, на другой день, даже в субботу, собрались, я бы сказал бы так, противники всего этого и что-то начали решать. Дорогие братья, дорогие сестры, мы сейчас будем молиться. И что нам сегодня делать? Вы знаете, в это время, когда кто-то что-то решал, женщины думали о том, как помазать Господа, как приготовить Его дальше, то есть сделать какой-то дальнейший ритуал. Мы же в нашей жизни, для того, чтобы встретить нашего Господа, когда Он придет опять на эту землю, мы также будем готовить. Мы будем готовить это мир о праведности, мы будем готовить, друзья, этот елей священства, мы будем, друзья, освящаться перед Господом, чтобы, когда придет Господь, мы могли бы сказать, вот Бог наш, на Которого мы уповали. Потому что мы приготовили все для встречи к Нему. Мы приготовили себя, как люди праведные, и ту святость, которую Бог даровал нам не по нашим делам, а благодаря великой милости и любви Божьей, мы могли это сохранить. Мы могли, друзья, в течение нашей жизни приобрести это по Слову Божьему, потому что так сказано, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа. И поэтому каждый из них что-то приготовил. Кто-то приготовил тех воинов, чтобы стерегли, чтобы его не украли. А еще лучше было бы, если была бы у них власть, чтобы он не воскрес. И мы знаем, что мы пережили эти власти, которые всегда были против того, чтобы народ Господень встречался с Иисусом. Всегда были против того, чтобы народ Господень праздновал эти праздники. Но, дорогие возлюбленные Господом, жизнь никогда нельзя как бы притушить, жизнь никогда нельзя как-то умертвить. Она всегда есть жизнь. Но есть что-то то, что было со Христом. Вы знаете, когда человек сидит за свои преступления, это не обидно. Но когда человек из-за любви что-то терпит, это также является раной в сердце человека. Поэтому мы видим, что Иисус действительно был Богом. Потому что так прощать и так любить мог только Бог. И я хотел бы сегодня вместе с вами прославить Бога. Вот за эту любовь Его, за эту Его милость, за это прощение. За то, что мы сегодня, будучи своими грешниками, мы были помилованы Господом. И Он умер за нас, тогда, когда мы были еще грешниками. Он пострадал за нас, когда мы были грешниками. И Слово Божие говорит, тем более сегодня, будучи примиренные с Богом жизнью Его, будем славить Его, благодарить Его и преклонимся перед Ним. Слово Божие говорит, тем более сегодня, и тем более сегодня, Продолжение следует...